Здравствуйте, меня зовут Адель. Спасибо, что вы дошли сюда по этим ужасным сугробам в час пик. Мы сегодня будем говорить, собственно, про нефтяные залежи, как они образуются, как образуется нефть. И я вам сразу скажу, что мои картинки и близко не такие роскошные, как у предыдущего лектора. Потому что я рисовала их все сама, они скорее не схемы, а не картинки. Ну, так вот, когда... Ну, во-первых, есть ли тут люди, которые хоть как-нибудь связаны с нефтянкой, с нефтяной индустрией? Ну, есть сколько-то. Это лекция для всех остальных, так что. Так вот, когда я общаюсь с людьми, которые никак не связаны с нефтяной индустрией, вообще никак, они меня спрашивают, Адель, а что ты будешь делать, когда мы все перейдем на другие источники энергии, типа на энергию ветра, на солнечную энергию и так далее. И это немножечко странный вопрос, потому что нефть — это далеко не всегда... Не то, что далеко не всегда. Нефть — это, конечно же, источник энергии, но она присутствует в многих других областях нашей жизни. Например, из нефти делают пластик, косметику, лекарства. Я думаю, что у большей части аудитории какая-нибудь часть одежды точно состоит из продуктов переработки нефти. То есть даже если мы станем таким сознательным обществом, перейдем на солнечную энергию, нефть нам все равно пригодится. Итак, для того, чтобы образовалась нефтяная залеж, нефть откуда-то должна взяться, понятное дело. Теории происхождения нефти несколько. Основные, о которых говорят в институте, — это минеральная. Ее придумал Менделеев, тот самый, который еще таблицу придумал. Он говорил о том, что нефть образуется, когда... Извините, я немножечко переживаю. Он говорил о том, что нефть образуется, когда в глубинах Земли горячая вода взаимодействует с металлами. И он там приводил кучу всяких разных формул, которые эту теорию подтверждают. Следующая теория космическая о том, что к нам принесло нефть с метеоритами, которые активно нашу планету бомбардировали, когда она еще развивалась. И эта теория возникла потому, что в метеоритах есть вещества, которые по составу очень напоминают нефть. Следующая теория эндогенная — это теория, согласно которой нефть плавится прямо из мантии, как другие виды горных пород. Ну и, конечно же, есть нефть о том, что... Нефть о том. Есть теория о том, что нефть произошла от высшего разума, Господь Бог ее придумал, но не будем на ней останавливаться. Сейчас самая распространенная теория происходения нефти органическая. Она о том, что нефть произошла от живого вещества, от органического вещества, то есть от растений и животных разного пошиба. И, в общем-то, большинство ученых, исследователей именно ее и придерживаются. Теория на той теории, что у нее есть какие-то недостатки, есть какие-то достоинства. Но именно эта теория сейчас кажется наиболее логичной, потому что она лучше всего объясняет происходящее на нашей планете с нефтью. Итак, согласно органической теории нефти... Я не могла удержаться. Согласно органической теории нефти, происхождение нефти, нефть происходит от органического вещества. А источник органического вещества – это всякие живые организмы, то есть животные и растения. Например, ну, как мы знаем, горючие и скопаемые бывают разные, бывает не только нефть. Бывает еще газ, бывает уголь и бывает промежуточный газоконденсат. И согласно органической теории возникновения нефти, из высшей растительности, то есть из деревьев и папоротников, происходят твердые и полезные ископаемые, ну, то есть уголь. Из зоо- и фитопланктона в основном происходят жидкие горючие ископаемые, то есть нефть. И из обоих видов происходит газ, но об этом немножечко позже. Так. Прежде чем наши водоросли, деревья, зоопланктон, фитопланктон, цианобактерии превратятся в нефть, с ними должно что-то произойти. И для того, чтобы образовалась залеж, вообще-то должно много всяких факторов сложиться, потому что абы как нефть не происходит. Кто-нибудь из вас представляет себе озеро под землей, когда слышит залеж нефти? Нет? Это очень хорошо. Потому что большинство людей представляет себе именно озеро под землей, а это не так. Так вот. Для начала нефть вообще должна сформироваться. Как она формируется? Этот этап называется генерацией. Как она формируется? У нас есть море. В море где-то там наверху плавает огромное количество зоофитопланктона. Водоросли, цианобактерии и так далее. И вся эта живность, когда отмирает, падает на дно. И образует такой вот слой живого вещества. Но кроме этого, на дне океана накапливаются еще и другие породы. Например, глина чаще всего. Ну, они ее там приносят откуда-то, с других мест. И вот эта вот порода, она представляет из себя не органическое вещество, не живое вещество как таковое, а глину, перемешанную с органическими остатками. И вот эта порода называется нефтематеринская. Это порода, которая рождает нефть. И это самый первый этап, генерация, на которой у нас появляется порода, из которой потом нефть будет генерироваться. Когда нефтематеринская порода сформировалась, над ней еще снова начинают накапливаться всякие породы. Песчаники, карбонаты, глины и так далее. И чем больше пород накапливается, я говорила, что у меня тут картинки хорошие, чем больше пород накапливается, тем сильнее погружается порода, которая наша нефтематеринская. А чем сильнее она погружается, тем сильнее увеличивается температура в ней. Потому что чем глубже порода, тем она горячее. Вообще есть такой средний средний температурный ингредиент, согласно которому, С погружением на 100 метров температура недр увеличивается на 3 градуса. То есть на глубине в 3 километра у нас температура недр будет 100 градусов условно. И она, значит, погружается, погружается. И когда что-либо нагревается, в нем происходят всякие структурные химические изменения. И в какой-то момент эта нефтематеринская порода и в какой-то момент она достигает такой температуры, что из нее начинает нефть выделяться. И эти условия, такие условия давления и температуры, в которых начинает выделяться нефть, называются нефтяным окном. И нефтяное окно чаще всего характеризуется температурами от 50 до 150 градусов Цельсия. И вот в этом температурном промежутке наша порода нефтематеринская выделяет капли нефти. Если температура продолжает увеличиваться, то изменения становятся уже немного другими. И возникает газовое окно. То есть начинает выделяться газ. Газовое окно у нас находится где-то в промежутке между 150 и 200 градусами Цельсия. Ну так вот, нефть это выделилась. И что с ней происходит дальше? Такое дело, что довольно редко, практически никогда нефть не хранится там, где она образовалась. Она перетекает в другое место. То есть такое бывает, но это нетрадиционные отложения, мы не про них сейчас говорим. Так вот. И этот процесс называется миграцией. Если так получилось, что начала образовываться нефть, наша нефтематеринская система, нефтематеринская свита, это условно замкнутая система. Очень условно. Конечно же, она не полноцезамкнутая, но под ней и над ней что-то есть, она чем-то ограничена. То есть у нее какой-то постоянный объем. И когда в ней начинает появляться нефть, огромное количество вот этих капель нефти, давление внутри этой свиты увеличивается. И в какой-то момент это давление становится настолько высоким, давление этих капель нефти на породу, становится настолько высоким, что порода просто не выдерживает и начинает растрескиваться. И по этим трещинам нефть из нефтематеринской породы утекает. Куда она утекает? Следующий вопрос. И дальше, после того, как нефть утекла по трещинам, трещины схлопнулись, давление упало, и процесс повторяется. Это такой циклический процесс. Когда она утекает? Она утекает в породу, которая называется коллектором. Если так получилось, что над нефтематеринской породой есть порода, в которую нефть может утечь, то это второе условие для успешного формирования залежи. Коллектором, понятное дело, может быть не любая порода. В этой породе должны быть пустоты. По трещинам утекает нефть, вверх коллектор, и вот там залеж образовалось какое-то количество нефти. Коллектор должен характеризоваться определенным пустотным пространством. Чем больше этого пустотного пространства, в которое может опасть нефть, тем лучше. Вот я нарисовала три вида пустотного пространства. Самый хороший, самый привлекательный для геолога, это, конечно же, вот этот. Потому что в нем между зернами породы, зерна породы это типа зерна песчаника, в нем между зернами породы очень много пустого пространства, и все оно может быть заполнено нефтью. Если у нас будут не круглые, например, зерна породы, а плоские, то просто геометрически там будет меньше пустотного пространства. Или если между большими зернами будет еще много маленьких, то тоже будет меньше пустого пространства. Но кроме того, что это пустое пространство должно быть, по нему нефть должна еще и перемещаться. Потому что если будет какая-нибудь вот такая вот маленькая закрытая пора, в которой будет нефть, то как бы мы ни старались, при разработке она просто не потечет, потому что она не сообщается с другими порами. А эти поры должны между собой сообщаться, чтобы нефть вытекла в скважину, и скважину потом мы ее успешно достали. Так вот, коллектором называется только та порода по большинству классификаций, в которой больше 5% занимает пустоты. Кажется, что это немного, но на самом деле это довольно неплохо. Ну то есть этого пустого пространства, 5%, достаточно для того, чтобы мы считали, что эта порода может дать нам много нефти. Но вообще хороший коэффициент пористости – это где-то 25%. 20%. То есть если в породе 20% пустоты, то это просто супер. Так вот, сформировалась у нас нефтематеринская порода, нагенерила там кучу всякой нефти, сверху накопился коллектор, в который нефть успешно перетекла. И что дальше? Дальше может произойти такое, что никакой залежи не образуется. Потому что если этот коллектор бесконечный и над ним нет ничего, что ограничивало бы нефть, нефть просто растечется по всему разрезу, прямо до самого верха. То есть она будет, но она будет в таком рассеянном состоянии, что смысла у нее особенного нет. Так вот, для того, чтобы… Третий компонент, который нужен нам для того, чтобы заформировалась залеж, – это покрышка. Потому что вот здесь вот нефть утекла, все, ничего нет. Третий компонент – это покрышка. Это такая порода, еще называется флюидоупором. Это такая порода, которая гораздо более плотная, чем коллектор, и через нее не проходят флюиды. Нефть, газ или вода. И она настолько плотная и пластичная, что когда нефть, которая из нефтематериалской породы вытекла и вытекла до самого верха, она просто не перечет дальше. Ну, не вверх, может, в сторону потечет куда-нибудь. Вверх не потечет. И важно, чтобы… чтобы эта порода была еще и… еще и сохранилась хорошо, чтобы не было никаких трещин. Опять же, это должна быть такая хорошая, плотная порода, через которую просто ничего не потечет. И вот эти вот три компонента, нефтематериалская порода, коллектор, покрышка – это три основные компонента, которые дадут нам нефтяной залежь. но мало того, чтобы эта залежь образовалась, нужно, чтобы она еще и сохранилась. Потому что, допустим, есть наша залежь, она образовалась здорово, нефтематериалскую породу я уже исключила из этой системы, потому что она не обязательно должна быть ровной под коллектором, потому что нефть мигрирует, и мигрировать она может не на полметра, не на два метра, а на тысячи километров. То есть где-то здесь у вас нефтематериалская порода, у нее образовалась куча нефти и потекла она за тысячи километров куда-нибудь, где есть вот такая ситуация. Но бывает такое, что уже после того, как сформировалась залежь, с ней происходит что-нибудь. Например, покрышка оказалась не такой хорошей, как хотелось бы, и в ней образовались трещины, и через нее все, конечно же, утечет. Либо посреди залежей образовался такой разлом, и через этот разлом снова утечет нефть, никакой залежи не будет в тот момент, когда мы до нее добуримся. И залежи эти, ну тут такая, не очень понятно, как выглядит этот залеж, просто компоненты залежи. Залежи вообще выглядят, в них не только нефть обычно бывает, потому что в породах не бывает пустот, и они почти всегда заняты водой. Ну то есть, если нефти нет, то они заняты, скорее всего, там, минеральной водой или газом, или чем-нибудь еще. И классическая залежь – это снизу у нас вода, сверху нефть, еще выше газ, потому что газ, газа какое-то количество образуется всегда при формировании нефти. И примерно вот так вот вся эта история выглядит. И когда скважина забуривается, то мы получаем и газ, и нефть, и воду, если мы не изолируем ее. Ну а в сферическом вакууме мире залежь выглядит примерно так. Ну то есть, она не обязательно параллельная, она… ой-ой-ой… Вот здесь у нас наша порода коллектор. Будем считать, что нефтематеринская порода где-то в другом месте находится порода коллектор, которая заполнена вот снизу водой, дальше нефть, сверху газ, и сверху неприименцаемая порода, которая не дает всему этому утечь. Где-то… где-то вот так вот идеальная залежь выглядит. Нефтяная, нефтегазовая. Залежи формируются на разных глубинах. Они бывают и на глубинах до… на глубине 100 метров. Я даже читала статью про мужика где-то в Юго-Восточной Азии, который прям руками качает нефть с глубины типа 100 метров. на всю деревню хватает. Но обычно большие залежи встречаются на глубине там от двух до четырех километров. И они бывают огромных размеров, до сотен тысяч километров в диаметре. То есть это такой прям неплохой… размером с город большой. Но кроме таких залежей бывают еще разные формы. Ну, это опять я нарисовала. Бывают разные формы залежи. Бывает, что залежь приурочена к пласту. Ну, у нас недра – это не изотропная среда, она слоистая. Потому что у вас там накопился пласт одной породы, сверху другой породы, сверху третьей породы и так далее. Но прям параллельно они никогда не накапливаются. Обычно они там изгибаются, как-то ломаются относительно друг друга. И, собственно, поэтому залежи никогда не выглядят параллельными. Они вот такие странные изогнутые. Вот здесь вот у нас, например, это называется антикринальная залежь. Это когда породы таким куполом изогнуты. Вот снизу у нас тут вот этот пласт – это наш коллектор, про который мы говорили, у которого должно быть 5%. Снизу нефтематеринскую свиту тут снова опустили, и сверху непроницаемая порода – флюидоупор. А еще ниже тоже какие-то породы, которые не подходят под коллектор, там не может содержаться нефть. И поэтому здесь у нас снизу вода, сверху нефть, сверху там сколько-то газа. И скважина сюда же забурилась. Здесь примерно похожая ситуация, но как-то так получилось, что сначала породы накапливались под одним углом, а потом раз – начали накапливаться под другим углом. Ну, потому что какое-то тектоническое событие произошло. Что-то как-то повернулось так, что они начали по-другому накапливаться. И здесь залеж ограничена сверху какими-то другими породами. Бывает массивная залежь – это когда… Это называется линзовидная залежь. Это когда в массиве непроницаемых пород, тех же самых глин, которые выполняют у нас функцию флюидоупора или покрышки, у них накопилась каким-то образом такая вот линза коллектора. И она тоже может быть чем-то заполнена. Это, в общем-то, самые основные компоненты залежи. И… Да, что у нас дальше? У нас дальше про изучение залежей. У нас есть много методов изучения залежей, но методов изучения, методов… Нам же надо как-то понять, где эта залежь, какой у нее размер, сколько там, есть ли там нефть вообще или нет, есть ли смысл ее добывать, сколько ее там. И для этого используются всякие разные методы. Бывают поверхностные методы, но мы про них, опять же, не будем разговаривать. Мы будем говорить про скважинные методы. Потому что я занимаюсь исследованиями залежей в скважинах. Скважины, во-первых, бывают не только такие, из которых сразу качают нефть, типа забурились и потекла нефть. Бывают еще поисковые и разведочные. Это скважины, которые помогают нам изучить залежь, помогают нам изучить породы, помогают нам понять, какие свойства этой породы, какие свойства этой нефти и так далее, и так далее. И скважины далеко не всегда бывают вертикальными. Вертикальные как раз бывают чаще всего поисковые скважины. Все остальные каким-то образом изогнутые. Вот тут вертикальная скважина, понятное дело. Наклононаправленная – это когда начали булить в одном месте, поняли, что лучше булить в другое место. Горизонтальные скважины – это когда у нас есть… Горизонтальные скважины бурятся, когда у нас есть пласт с нефтью, который такой довольно продолжительный и большой. И мы вот в этом месте добурились до этого пласта и поняли, что ниже бурить смысла нет, а есть смысл забуриться дальше в эту залежь, в сам пласт, и, значит, бурят горизонтальную скважину в пласт. И разрабатывают. И бывают такие многозабойные скважины, когда бывают всякие сложные залежи, когда их там много всяких маленьких залежей, залежи объединенных чем-то. И самая надежная информация, которую мы можем получить о залежи, о породах, о том, как они себя ведут, сколько там есть нефть – это каменный материал, который мы… в данном случае у меня про керн. Керн – это такая колонка породы, которая выбуривается прямо, когда забуривается скважина. И она выбуривается, когда в специальное долото с керноотборником, там прямо в долоте отверстие такое, которое вот такую вот колонку выбуривает. И эта колонка может быть длиной десятки метров. И эти колонки, значит, собираются, укладываются в ящики по метре, и из них выбуриваются, вот тут отверстия видно, выбуриваются образцы для того, чтобы отправлять на анализы в лабораторию. Анализы могут быть всякие разные. Это могут быть анализы нефти, это могут быть анализы пустотного пространства, чтобы понять, какая пористость у коллектора, и можно ли это отнести к коллектору. Бывают литологические исследования, когда нам нужно понять, из каких пород состоит коллектор, потому что это тоже важно. И вот здесь любопытная фотография. Один и тот же ящик здесь сфотографирован в белом свете, а здесь в ультрафиолетовом. И прослои, в которых есть насыщение нефти, они светятся в ультрафиолете. И это дает нам лучше понять, какие образцы нужно отправить на анализы, потому что анализы дорогие, все отправлять никто не будет, лучше понять, какие интервалы самые перспективные. Но керн — это, опять же, очень дорогая штука. Его отбирают далеко не всегда. Дай бог, если в десятке скважин на большом месторождении отберут керн, это будет хорошо. В остальных случаях проводят геофизические исследования скважин. Это когда забуривается скважина, а в нее спускается прибор. Несколько разных приборов, разные зонды, которые вдоль скважины измеряют всякие физические параметры. Типа радиоактивность, диаметр скважины, скорость пробега звуковой волны, плотность породы, удельно-электрическое сопротивление и так далее. И мы знаем, что у определенных пород есть определенные физические свойства. Например, мы знаем, что нефть не проводит электричество, а вода проводит. Или что в карбонатах очень мало водорода, а в остальных породах водорода больше и так далее. И записываются вот такие страшные диаграммы, которые мы сидим, интерпретируем и анализируем. И с определенной долей вероятности мы можем сказать, из чего эта порода состоит и в каких интервалах, главное, есть нефть. И на основании... И эта доля вероятности, честно говоря, очень высокая, потому что мы можем с точностью до 20 см сказать, в каком интервале у нас нефть и где она граничит с водой, где заканчивается нефть и начинается вода. Эта граница, кстати, называется водонефтевым контактом. И вот огромное количество физических параметров, которые мы потом интерпретируем, геологические параметры, помогают нам очень хорошо понять, как выглядит залежь в плане вертикально, как она выглядит, какая у нее высота, из каких пород она состоит, сколько там нефти в этой залежи. И самое главное, мы можем посчитать запасы. Мы можем узнать, сколько нефти есть внутри этой залежи, сколько тысяч тонн нефти. Запасы важно считать, потому что, во-первых, важно знать, сколько в нашей стране нефти есть. Во-вторых, потому что это помогает оценить рентабельность разработки месторождения. Потому что, например, вы оценили, что у вас в месторождении нефти на 5 миллиардов рублей, а разработка месторождения стоит 25 миллиардов рублей. Ну, то есть, понятное дело, что в этом случае никто ничего зарабатывать не будет, так кучу денег потратили, и, скорее всего, это месторождение законсервируют. И таких месторождений законсервированных вообще в мире очень много, которые пока никто не зарабатывает, но, возможно, потом когда-нибудь начнут. И на этом у меня, пожалуй, все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...